Порты это связующие узлы глобальной торговли. На них держится экономический рост. Но есть у этой блестящей медали и обратная сторона, их колоссальный углеродный след. Еще до недавнего слияния с портом Антверпена, бельгийский Зебрюге считался крупнейшим автохабом в мире. Огромные суда, которые здесь швыртуются, вырабатывают электроэнергию за счет сжигания топлива. Но в ближайшем будущем они смогут получать экологически чистую энергию от многочисленных ветряных турбин. Это зеленое решение идеально подходит для самого ветреного района Бельгии. Первые ветряные турбины в Европе были установлены именно здесь, в Зебрюге. Так что мы всегда были пионерами в этой области. Сегодня 54 ветряка обеспечивают экологически чистой энергией 100 тысяч домохозяйств. При этом большая часть вырабатываемой здесь энергии напрямую потребляется портовыми терминалами и компаниями, что позволяет им перевести значительную часть деятельности на безуглеродные рельсы. Объединенный порт Антверпена и Брюге, один из крупнейших в Европе, стремится стать и одним из самых экологичных в мире. В Евротерминале Антверпена переходят на светодиодное освещение, покрывают крыши солнечными панелями, а контейнеры и автомобили моют собранной дождевой водой. Все это в дополнение к энергии ветра. Ветер в Антверпене не очень постоянный, солнце тоже светит не всегда, но терминал справляется, используя новые аккумуляторные батареи. Эти инновации – часть проекта Pioneers, поддерживаемого Европейским Союзом. Управляющий директор рассказывает, что сегодня терминал получает 86% энергии из зеленых источников. Мы сразу видим эффект от использования возобновляемой энергии, ведь цены на электричество в прошлом году взлетели до небес, так что мы сразу получили выгоду от приложенных усилий. Наши клиенты просят указывать наш экологический след. Это значит, что даже если сегодня в этом нет прямого бизнес-обоснования, то завтра оно точно появится. Я думаю, что мы будем готовы. На порт Антверпенбрюге приходится 4,5% ВВП Бельгии и более 160 тысяч рабочих мест, благодаря грузовым терминалам, распределительным центрам и крупнейшему в Европе химическому кластеру. Ежегодные выбросы СО2 здесь составляют 17 миллионов тонн. Проблема, которую порт стремится решить, выйдя на углеродный нейтралитет к 2050 году. У нас огромная проблема с углеродными выбросами. Мы одни, производим более 10% всего углеродного следа Бельгии. Порт – высокая энергоемкая платформа с большими потребностями в топливе, электричестве, сырье, тепле. Наша главная цель – оставаться конкурентоспособной платформой мирового класса, но с нулевым углеродным следом в долгосрочной перспективе. Один из способов прийти к этому – наладить улавливание, хранение и повторное использование СО2. Еще одно решение – переход от ископаемых видов топлива к альтернативным, таким как водород, который можно производить с использованием возобновляемых источников энергии, оставаясь СО2-нейтральными. В будущем порт намерен стать международным хабом зеленого водорода, который может заменить ископаемые источники энергии во многих промышленных сферах. Терминал PSA уже экспериментирует с альтернативным топливом, включая водород. Контейнеры здесь перевозятся с сотней транспортных кранов. Их дизельные двигатели производят значительные выбросы. В рамках проекта Pioneers терминал и его партнер, группа CMB Tech, модернизируют один из таких кранов. Его оснащают гибридной системой, сочетающей дизельное топливо с водородом. Метод, который мы демонстрируем, называется двухтопливной технологией. Мы фактически смешиваем водород и дизельное топливо для работы двигателя. Двухтопливная технология позволяет нам использовать уже существующую технику, создавая постепенно водородную инфраструктуру. На сегодня ее нет. Так что если у порты возникнут проблемы с поставками водорода, у нас сохранится возможность вернуться к дизельному топливу. В проекте Pioneers, который координируется из порта Антверпенбрюге, также участвуют порты Барселоны в Испании, Констанции в Румынии и Венло на юге Нидерландов. Цель инициативы продемонстрировались различные экостратегии, которые порты могут использовать, оставаясь конкурентоспособными, в соответствии с целями европейского зеленого курса. Инге де Вольф, координатор проекта. Каждый участник предлагает уникальную портовую экосистему, и мы можем учиться друг у друга в том числе, благодаря взаимодействию с портовым сообществом, заинтересованными сторонами. Мы сосредоточимся, к примеру, на производстве и поставке чистой энергии, устойчивом проектировании порта, также будем рассматривать транспортные потоки, оптимизацию пассажирооборота, цифровую трансформацию. Таким образом, к окончанию проекта мы должны разработать генеральный план зеленого порта, который можно будет использовать в Европе и за ее пределами. Цифровые технологии могут повысить эффективность работы порта, что приведет к снижению выбросов. Данные в режиме реального времени доступны благодаря камерам, датчикам качества воздуха и другим устройствам, расположенным по всему порту. Полуавтономные беспилотники используют алгоритмы машинного обучения для сканирования территории и обнаружения плавающего мусора или разливов нефти. Администрация таким образом может оперативно реагировать на любой источник загрязнения, будь то промышленный объект или судно. На цифровые технологии переходят и суда. Компания CIFAR, еще один участник проекта, оснащает их камерами и другими датчиками, позволяющими осуществлять дистанционное управление. Капитаны управляют, глядя на мониторы в офисе. Это более удобный способ работы, который, к тому же, дает определенные преимущества для окружающей среды. Слово руководитель проекта CIFAR. Когда у нас есть вся информация, данные, полученные с устройств, мы можем предложить оптимизацию маршрута и скорости. С этими опциями реально снизить расход топлива. В результате углеродный след уменьшится, и у нас будет больше экологически чистых продуктов. И последнее, но не менее важное. То, как люди передвигаются по порту, может оказывать большое влияние на выбросы. От тяжелых грузовиков и товарных поездов до личных автомобилей сотрудников все транспортные средства вносят вклад в общее загрязнение окружающей среды, от которого страдает население. Цель Антверпена перевести как минимум половину жителей на экологичные средства передвижения. Город сотрудничает с управлением порта, которое инвестировало 40 миллионов евро, чтобы соединить все предприятия портовой зоны безопасной и удобной велодорожкой. Тесная связь порта с прошлым и настоящим Антверпена отражена в коллекции музея МАС. Здесь мы встречаемся со Стивеном Виндеем, который руководит проектами зеленой мобильности в Антверпене. Совершенно очевидно, что порт – это неотъемлемая часть города, особенно когда речь идет о мобильности. В течение 10 лет каждый объект в порту получит велосипедную дорожку прямо до ворот. Мы хотим сделать город более активным, умным, более доступным и удобным для жизни. Индустрия делает лишь первые шаги к экологически чистым портам будущего. Европа стремится к климатической нейтральности к 2050 году. Так что конечная цель этого пути ясна уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова